Но Сигизмунд, вопреки настоянию бояр и даже многих польских сенаторов, вопреки собственному обету, не думал отправить сына в Москву, не думал и сам идти к ней с войском, как предлагали ему наши изменники. Сильно, упорно хотел одного – взять Смоленск, и ничего не делал. Писал только указы Синклиту, уже вместе, от себя и Владислава, именуя его, однако ж, не царем, а просто королевичем. Уверял бояр и всю Россию, что желает ее мира и счастья, умиленный нашими бедствиями и будучи ревностным заступником греческого православия. Желает соединить ее с республикою узами любви и блага общего, под нераздельным державством своего рода, что виною всего зла есть упрямство Шейна и князя Василия Голицына, не хотящих ни Владислава, ни тишины. Что до усмирения Смоленска нельзя предпринять ничего решительного для успокоения государства. Между тем, как бы уже спокойно властвуя над Россией, Сигизмунд непрестанно извещал Думу о своих милостях. Производил дворян в стольнике и бояре, раздавал имения, вершил дела старые, предписывал казне платить долги купцам иноземным еще за Иоанна, в то время, когда указы ее были уже ничтожны для России. Когда города один за другим восставали на ляхов, когда и жители Смоленской области стерегли, истребляли их в разъездах, тревожа нападениями и в стане, откуда многие россияне, дотоли служив королю, уходили служить Отечеству. Так Иван Никитич Салтыков, пожалованный в бояре Сигизмундом, мнимый доброход его, мнимый противник Ермогена, Филарета и Голицына, с целой дружиной ушел к Липунову. Напрасно Гасевский ждал вспоможения от короля. Видя необходимость действовать только собственными силами, он выслал шайки днепровских казаков и московского изменника Исаия Сунбулова воевать места Рязанские. Липунов, имея еще мало рати, выгнал толпы неприятельские из Пронска, но через несколько дней был осажден ими всем городе и спасен князем Дмитрием Пожарским, уже ревностным его сподвижником. Обратив их в бегство и скоро разбив на голову у Зарайска, добрый князь Дмитрий избавил вместе и Липунова от плена, и землю Рязанскую от грабежа. Блеснул новым лучом славы и с чистой душой, пристав к великому делу, дал ему новую силу. Казаки бежали в Украину, предвидя незгоду злодейства. А Сунбулов в Москву с худою вестью для изменников и ляхов, устрашаемых и восстанием областей, и ножами москвитян. Но Гасевский хвалился презрением к россиянам, надеялся управиться с боязливой Москвою, вопреки неблагоразумию короля соблюсти ее как важное завоевание для республики, и с малым числом удалых воинов победить многолюдную сволочь. Радь Липунова и других областных начальников была действительно странной смесью людей воинских и мирных граждан с бродягами и хищниками, коими все бедственные времена кипела Россия, и которые искали единственной добычи под знаменами силы, законной или беззаконной. Грабив прежде с ляхами, они шли тогда на ляхов, чтобы также грабить и более мешать, нежели способствовать добру. Так атаман Просоветский, быв клевретом и став неприятелем Лисовского, имев даже близ Пскова кровопролитную с ним битву, как разбойник с разбойником, вдруг явился в Суздаль как честный слуга России, привел к Липунову тысяч шесть казаков и сделался одним из главных воевод народного ополчения. Всех звали в Союз, чтобы только умножить число людей. Приняли князя Дмитрия Трубецкого, атамана Зарудского и всю остальную дружину Тушинскую, ибо сии долгоупорные мятежники вдруг воспламенились усердием к государственной чести, отвергнули указ московских бояр, не дав клятвы в верности к Владиславу и выгнали из Калуги посла их, князя Никиту Трубецкого. Звали и бесстыдного Сапегу, который, не хотев удалиться в Северскую землю, писал из перемышля к калужанам, что он служит не королю, не королевичу, а вольности. Не слушает бояр, убеждающих его идти на Липунова, и готов стоять за независимость России. Чего надлежало ждать и в святом предприятии от такого несчастного состава? Не единство, а раздора и беспорядка. Но кто верил таинственной силе добра, мог чаять успеха благословенного, видя, сколь многие и сколь ревностно шли умирать за отечество Сирое, кинув дома и семейство. Раздор и беспорядок долженствовали уступить великодушию. Около трех месяцев готовились, и, наконец, в марте выступили к Москве. Липунов из Рязани, князь Дмитрий Трубецкой из Калуги, Заруцкий из Тулы, князь Литвинов-Масальский и Артемий Измайлов из Владимира, Просоветский из Суздаля, князь Федор Волконский из Костромы, Иван Волынский из Ярославля, князь Козловский из Романова, с дворянами, детьми боярскими, стрельцами, гражданами, земледельцами, татарами и казаками. Были на пути встречаемы жителями с хлебом и солью, иконами и крестами, с усердными кликами и пальбою. Шли бодро, но тихо. И сия, вероятно, невольная, неминуемая по обстоятельствам медленность, имела для Москвы ужасное следствие. В то время, когда ее граждане с нетерпением ждали избавителей, бояре, исполняя волю Гасевского, в последний раз заклинали Ермогена удалить бурю, спасти Россию от междоусобия и Москву от крайнего бедствия, писать Клепунову и с подвижником его, чтобы они шли назад и распустили войско. «Ты дал им оружие в руки, — говорил Салтыков, — ты можешь и смирить их». «Все смирится, — ответствовал патриарх, — когда ты, изменник, со своей Литвою исчезнешь. Но в царственном граде, видя ваше злое господство, в святых храмах кремлевских, оглашаясь латинским пением, ибо ляхи в доме Годунова устроили себе божницу, благословляю достойных вождей христианских утолить печаль Отечества и Церкви». Дерзнули, наконец, представить воинскую стражу к непреклонному иерарху. Не пускали к нему ни мирян, ни духовенства. Обходились с ним то жестоко и бесчинно, то с уважением, опасаясь народа. В неделю ваей велели или дозволили Ермогену священнодействовать и взяли меры для обуздания жителей, которые в сей день обыкновенно стекались изо всех частей города и ближних селений в Китай и Кремль, быть зрителями великолепного обряда церковного. Ляхи и немцы, пехоты и всадники, заняли Красную площадь с обнаженными саблями, пушками и горящими фитилями. Но улицы были пусты. Патриарх ехал между уединенными рядами иноверных воинов. Узду его осляти держал вместо царя князь Гундуров, за коим шло несколько бояр и сановников, унылых, мрачных видом. Граждане не выходили из домов, воображая, что ляхи умышляют внезапное кровопролитие и будут стрелять в толпы народа безоружного. День прошел мирно. Так же и следующий. Гасевский, имея только 7 тысяч воинов против 2 или 300 тысяч жителей, не хотел кровопролития, ни москвитяне. Первый, слыша, что Липунов из Оруцки уже недалеко, мыслил идти к ним навстречу и разбить их отдельно. А москвитяне, готовые к восстанию, откладывали его до появления избавителей. Но взаимная злоба вспыхнула, не дав ни Гасевскому выступить из Москвы, ни воеводам российским спасти ее. Кто начал? Неизвестно. Но вероятнее ляхи, с досадой терпев насмешки, грубости жителей, и думая, что лучше управиться с ними заблаговременно, нежели поставить себя между их тайно остримыми ножами и войском городов союзных. Наконец, удовлетворяя своему алчному корыстолюбию разграблением богатой столицы. Так началось и свершилось ее бедствие ужасное.